И в чём заключается? Отстать от близкого человека, перестать его мучить. Это серьёзный подвиг в жизни на самом деле. Ведь у нас есть как бы основания мучить, мы знаем почему. Но любовь начинается, когда мы перестаём мучить близкого человека. Я вам это сказал, через неделю вы это уже забудете. Что мучить-то хочется близкого человека? Хочется. Или некоторые думают, Олег Геннадьевич, это не мой случай, исключение исправил. Некоторые думают, а не работает система, а вы не пробовали эту систему. Мы пробуем не ту систему, поэтому и не работает. Настоящая система очень простая. Сначала мы не трогаем близкого человека, работаем над собой. Потом мы видим результат этой работы в виде благодарности у сердца близкого человека. Из сердца близкого человека выходит благодарность. Благодарность даёт возможность ему говорить добрую правду, потому что благодарность заставляет слушать, с ней ничего не сделаешь, он заставляет слушать правду о себе. Когда ты говоришь правду, раньше человек в штыки воспринимал, а теперь ты говоришь правду нежно, и он слушает. Он, конечно, как бы не хочет, но он слушает. И потом будет меняться. Когда человек услышал, он будет меняться. Он уже не сможет так жить, как раньше. Потому что мы слепы в своих ошибках, слепы. И слепость эта возникает в борьбе. Мы боремся друг с другом за свои права, поэтому мы слепы. Мы не можем слышать правду о себе. Но когда человек перестал бороться, то он сначала себе глаза открывает и понимает, что он сам виноват в своих проблемах. Это очень болезненный путь, длится какое-то время. А потом он может открыть глаза также близкому человеку своему. Наступает настоящая нормальная семейная жизнь. В смысле, пример. Если, вот смотрите, ведическая культура, сейчас вам объясню, кто сказал, можно пример. Поднимите руку. Ведическая культура означает, что если человек что-то говорит, значит он это сделал уже в своей жизни. Понимаете, если вы не чувствуете, что я это сделал в своей жизни, уходите с лекции, значит вы зря тратите свое время. Понимаете, нет, о чем я говорю сейчас? Нет. Ведический звук означает, что человек говорит от чистого сердца. Примеры не нужны. Если человек говорит от чистого сердца, значит он сделал это в своей жизни. А если не сделал, вы не чувствуете, что это правда. Зачем тогда сидеть? Потому что это пустая трата времени. Веды говорят, только тот, кто что-то сделал в своей жизни, может что-то поменять. Если человек не сделал, он не может дать истину человеку. Это просто болтовня. Пустая трата времени. Спасибо вам за вопрос, потому что он кое-что уточнил в некоторый момент. Скрыл как бы, потому что многие люди первый раз, они думают, ну вот что-то он трепет вообще. Сочиняет, что-то сидит. Я не сочиняю. Настоящая правда, она очень глубокая и тайная, ее трудно понять. Кажется, что так не может быть с первого взгляда. Ну как это? Неужели нельзя трогать близкого человека? Он же обнаглеет. Почему он обнаглеет? Ты же... Это не значит, что ты унижаешься перед ним. Ты не унижаешься. Ты просто не мешаешь ему жить. Ты не унижаешься при этом. Он тебя пытается унизить, ты раз, немножко отодвигаешься. Не согласен на такие отношения. Не надо соглашаться на плохие отношения. Допустим, близкий человек хочет тебя унизить, не надо унижаться. Но и при этом не мучить его.